Книга «Открытым оком», 17-й том, вопрос 3106, тема канонизации. Ныне многих канонизируют и называют местно чтимыми. Можно ли доверять этим опасным житиям? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни на грош, ни на копейку. Вот что пишут в православном информационном агентстве «Русская линия». Опасность или же проблематичность при написании житий состоит в прикрашивании жизни святых. В древности к чтению житий святых относились почти с таким же благоговением, как к чтению священного писания. Вот описание жития о старице Пелагии Рязанской. Ныне настойчиво распространяется ее пророчество о греховности современного священства, что якобы главным в ее подвиге было обличение пророков священства. Даже если блаженное что-то и говорил на эту тему, не следует смущать народ. При решении таких вопросов необходима работа не просто литературного, а богословского редактора. В житии святого преподобного Анна Кольштадтского ничего не говорится о сложности его отношения с Петроградским священцем, а в житии священномученика Серафима Чичагова рассказывается о противодействии синуда в деле канонизации преподобного Серафима Саровского. И монахине Антонии Ковешниковой образ передан неправдоподобно. Происходит отбор фактов при написании жития подвижников. О старце на Украине написано житие, но признали, что написано в осуждении, в осуждающем тоне, потому братья настояло переписать житие. Старец был любящий, всепрощающий, а вы обличаете его гонителей, нужно спрашивать мнение духовно авторитетных людей. К этому добавить нечего, пишут по заказу и потому лгут беспросветным, творят башков, канонизируют старообрядцы Аввакума, а не Каньяни Никона, да разве согласятся на супротивной стороне, что их враг будет в раю? Католики, армяне, мусульмане, у тех свои. Тут и говорить не стоит, что не может же быть двух взаимоисключающих мнений на одной чашке весов. Это касается живших год назад, когда масса живых свидетелей, есть их письма, труды. А что мог написать Дмитрий Ростовский о живших в первом тысячелетии, когда у многих нет ни строчки. А источники, на которые он опирался, прологи, духовные луги, лимонари. Это все было написано столетия спустя, после жизни монаха. Грубая и дикая невежество православно сыграло над невезлую шутку беду. Мыкаются, как слепые котята, выискивает спасителей юродивых, безумных и виновных в этом попы, потому что не приучили искать эталон Библии. Не избрали одного вечного бога Иегову. Второе. Фессалоникийцам 2.11. Из-за сие пошлет им бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Римлянам 1.28. И как они не заботились иметь бога в разуме, то предал их бог превратному уму делать непотребство. Напишут каноны, акафисты, и пошла писать губерния. Премудрость Соломона 14.15. Отец, терзающийся горькою скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его, как уже мертвого человека, затем стал почитать его, как бога, и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Завидовать не стоит. Явный грех. И успешных молится поштучно, пусть даже у врагов наполнится корыто. Но иногда мелькнет в глазах досада на суде, не дающий говорить, без следствия и без суда безжалостно посадят. Насильно будешь в камере обрит. И Павлу, позавидуешь невольно, какие были все же времена, в оковах сам встречает хлебом солью, всех посетителей мог в камере принять, первоапостольским мужам поревновать и воплотить евангельскую веру. Завистников попов восстанет сразу рать, а кружат ангцев полоумки звери. 18 апреля 2006 года. Игнатий Лапкин.